В Казанском федеральном университете вручили международную премию и медаль имени Лобачевского-2021. Мне дано, что с чем соединяется. Я, следуя этому правилу, их соединяю и получается много грани. Олимпиада по математике для студентов прошла в Казанском университете. Это праздник математики, вы понимаете, это не просто там кто первый, кто второй. Это праздник математики и праздник дня рождения Лобачевского, который всю жизнь свою связал с Казанским университетом. В рамках проекта КФУ «Студенчество. Добро» сотрудники и студенты Казанского федерального университета посетили Елабужские и Нижнекамские детские дома. Данный проект способствует раскрытию творческого потенциала воспитывания детских домов, их самореализации. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Анастасии Миронова. В Ханты-Мансийске подвели итоги первого всероссийского конкурса «Студент года медики». Спецприз воевал студент пятого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Уроженец Ирака Хусын Амарсов Уолдин Хусын. Будущий хирург награжден денежным призом. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось долгожданное вручение международной премии и медали имени Лобачевского 2021 года. Все подробности в нашем сюжете. Церемония вручения премии началась с возложения цветов к памятнику Лобачевского, а затем гости посетили музей известного математика. Обладателем медали и лауреатом премии имени Николая Ивановича Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики за 2021 год стал профессор Московского государственного университета имени Хал Васильевича Ламоносова и Джат Хакович Сабитов. Официально премии Лобачевского существуют с 1895 года. Начиная с 1992-го медаль присуждается ученым Советом Казанского государственного университета. Один раз в пять лет российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области геометрии. Новейшая история премии, возобновленная уже Казанским федеральным университетом, стартует в 2016 году по инициативе ректора Ильшата Гафурова. Безусловно, поддержка выражается в том, что данная инициатива Казанского университета была поддержана президентом республики. В 2017 году формат присуждения медали и премии имени Николая Лобачевского был изменен. Теперь медаль и соответствующая денежная премия в размере 75 тысяч долларов США присуждается один раз в два года Казанским федеральным университетам за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Общая сумма, которая выделяется на мероприятие, составляет 100 тысяч долларов по решению президента республики Татарстана Рустама Мениханова, 25 из которых идут на подготовку. Для нашего банка большая честь, что мы являемся уже третий раз. Не хочу употреблять слово спонсорами, партнерами столь престижной награды, возрожденной в Казанском университете. Сфера научных интересов лауреата премии 2021 года Иджата Сабитова довольно многогранна. Среди них обобщенная задача Риммана – изометрические погружения и регулярность поверхностей и метрик, теории изгибаний поверхностей и многое другое. Мне дано, что с чем соединяется. Я, следуя этому правилу, их соединяю и получается многогранник. Сегодня премия Лобачевского – престижная математическая награда, присуждаемая международным жюри, в которое входят выдающие математики со всего мира. В конечном итоге мы отобрали 8 календатов. Это все выдающиеся математики. Их был выбор очень нелегкий. Но заслуги Иджата Хаковича, они говорят о следующем. Уже первый, второй тур не понадобился. Первый же тур определил победителя. Иджат Сабитов убежден, что радость творчества – это и есть главная оплата за труд. Я вспоминаю 95-96 год, может быть, в МГУ, когда пришел первый курс, я начал с благодарностью студентам за то, что они пошли учиться, а не зарабатывать деньги. Это очень большое понимание, что не в деньгах только сейчас. Синтез творчества и математики – уникальный момент для популяризации науки в целом. В Республике Татарстан год науки и технологий проходит как нигде масштабно и красочно. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. Во втором учебном корпусе Казанского федерального университета состоялась олимпиада для студентов по математике имени Николая Лобачевского. Смотрим. 1 декабря исполнилось 229 лет великому геометру Николаю Лобачевскому. Сохраняя память о выдающемся российской математике, вся жизнь которого связана с Казани, ежегодно 1 декабря Казанский университет проводит открытую Поволжскую математическую олимпиаду студентов. Олимпиада по настоящей математике, в которой есть не просто матанализ по первому курсу, там есть и теория вероятности, там есть и теория функций, там есть и функциональный анализ, там есть действительно серьезная математика, которая проходит на мехматах и близких к ним факультетах. Олимпиада проходит в смешанном формате, в ней принимают участие команды разных городов. Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Нижнего Новгорода и других. То, что она проходит второй год онлайн, это, конечно, очень грустно, но мы как-то уже начали приспосабливаться. В прошлом году это было совсем как-то, сомнений много вызывало. У нас заявилось 30 команд, команды до 7 человек. Елизавета Никитина, Роберт Хасанов, Александр Куснецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете открылась первая магистратура по медицинскому направлению. Это первая подобная магистратура в вузах Приволжского федерального округа. Она позволяет за два года людям, имеющим высшее образование, получить в государстве на диплом о высшем медицинском образовании по направлению наука, о здоровье и профилактической медицины. Напомним, 13 сентября Казанский университет получил лицензию на новую специальность подготовки магистров. С 2022 года планируется набор студентов по этой новой специальности. После двух лет обучения выпускники нашей магистратуры получат государственный диплом, диплом государственного образца, где будет написано, я цитирую по документу Рособорнадзора, специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья. В этой магистратуре преподавать будут только доктора наук. Самое интересное, о чем я хочу сказать, что в эту магистратуру имеют право поступать все выпускники высших учебных заведений Российской Федерации. Прежде всего, она рассчитана на выпускников биологических специальностей, на медиков и, может быть, на выпускников физкультурного образования. В Большом зале КСК КФУ Уник состоялась 11-я отчетная конференция первичной профсоюзной организации студентов Казанского Федерального Университета. В рамках проекта КФУ «Студенчество. Добро» сотрудники и студенты Казанского Федерального Университета посетили Елабужские и Нижнекамские детские дома. Подробнее о проекте волонтеров в следующем сюжете. Помимо Елабужского и Нижнекамского детских домов, сотрудники и студенты Казанского Федерального Университета посетили социальный приют для детей и подростков «Теплый дом», Альметьевский и Лениногорский детские дома. КФУ «Студенчество. Добро» — это грантовый проект студенческого клуба, получивший поддержку от Росмолодежи. Главные цели — это помощь детям из детских домов, а также популяризация добровольческого направления среди студентов КФУ. Данный проект способствует раскрытию творческого потенциала воспитанников детских домов, их самореализации. Студенты провели с нашими ребятами мастер-классы по сценическому мастерству, по вокалу, по хореографии. Все дети были очень довольны. Студенты нашли общий язык с нашими ребятами. И надеюсь, все цена, которые сегодня дети приобрели, понадобятся им в дальнейшем и будут способствовать благоприятной социализации и интеграции в общество. Такой опыт действительно помогает воспитанникам в реализации возможностей и раскрытии культурного и творческого потенциала. Помимо этого, общение со студентами из Казани — это социальная практика, полезная для развития детей. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире нам пришлось отложить реализацию проекта на год и немного изменить формат, а именно концертные программы перенести уже в онлайн. Прямая трансляция велась прямиком из малого зала КСК «Уникс», где выступали участники театрального коллектива Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Миронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»